Очень-очень-очень сильно скатался консилер, они все готовы отдать 600 рублей за мыло. Мне кажется, таким размером можно вообще полы подметать. Это просто лучше, это просто разрыв жопы. Серьезно? Вот знаете, говорят, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Поэтому первый свой косметический обзор в этом году я хочу начать с люкса. Чтобы мой год прошел дорого и богато. Проверим несколько популярных русских брендов от визажистов и блогеров, стоимость которых достаточно высокая. Ну, в общем, наконец-то не бюджет. Скорее, это все это хороший средний и люксовый сегмент. Сегодня будет большой, а главное честный обзор на вирусный скандальный бренд уходовой и декоративной косметики Pussy от Илона Дрож. Также попробую несколько интересных продуктов от Сергея Наумова. И, конечно же, чтобы сделать классный макияж, мне нужны классные кисти. Так что затестим сегодня яркие кисти от Небледная Байгев Муа. И, кстати, от Геворга у меня еще есть косметика, тоже ее попробуем. Сделаем мейк и полный тест-драйв, и, конечно же, я расскажу о своих впечатлениях. Это я пыталась в очередной раз обойтись без скандалов, но, вероятно, снова ничего не выйдет. Всем привет! С вами Лена Ягермис, я креативный мейк-ап артист, и на моем канале много интересных и полезных видео о макияже, стиле и обзорах косметики. Давайте начнем с ухода, а из ухода у меня сегодня на обзоре бренд Pussy. Да-да, Pussy, вы не ослышались. Как слышится, так и пишется. В общем, узнаем, какая это косметика, пи***тая или пи***дец. Pussy это бренд известного блогера, бровиста и владелица московского салона Илоны Дрожь. О бренде Pussy я узнала, я думаю, как и многие от популярных визажистов и блогеров, которые везде и всюду рекламировали вот этот хайповый гель для бровей. Ну и, естественно, я тоже решила проверить, что это за чудо-то такое. Со стороны бренда были не особо красивые и корректные высказывания касаемо тех людей, кому по каким-то причинам не понравилась косметика Pussy. Плюс я недавно смотрела видео, как у одной девушки после менцелярки от этого бренда начались просто жесткие проблемы с кожей, которые она очень долго и дорого лечила. К счастью, менцелярной воды у меня сегодня на обзоре нет. Но так как на моем канале все обзоры честные, я никогда не боюсь сказать, что мне что-то не понравилось. Я за качество и я за честность. Так что, может быть, мне потом от Илона тоже достанется. И чтобы не быть голословной, я уже около трех месяцев использую продукты от Pussy. И я готова рассказать вам о них всю правду. Сегодня у меня на обзоре из ухода будет мыло-пенка для рук, масло для душа, гиалуроновая эмульсия для лица и пенка для умывания. А из декоративной косметики у меня здесь карандаш и помада для губ, а также нашумевший тот самый гель для бровей. И вообще у этого бренда очень много уходовой косметики за кожей, косметики для бровей и для ванны. К сожалению, ванны у меня дома нет, да и бровей у меня тоже нет. Но если этот гель зачешет мои жесткие брови, то это будет прям реально круто. Вообще у меня достаточно большие ожидания, потому что я очень люблю, когда косметику делают именно причастные к этому люди. И в сегодняшнем обзоре как раз все бренды от визажистов и блогеров. Например, у Илона Дрожь свой салон, свои курсы, она занимается бровями. Естественно, я жду реально чего-то годного от такого человека. Но перед тем, как начать, поддержи мой канал лайком, подпиской и комментарием, чтобы помочь продвинуть мои ролики на просторах Ютуба. Давайте начнем с жидкого мыла пенки с витамином Е и пантенолом. На сайте нам обещают увлажнение и очищение кожи рук. И необычную отдушку с нотками ванили, табака и перца. Вот так вот руки этой штукой помоешь, и от них бычками начнет пахнуть. Вообще прям очень яркий и интересный аромат, как будто это какие-то духи. У меня на кухне стоит мыло с дозатором от Unicorn Soproof. И, кстати, у меня был ролик про косметику от Unicorn Soproof, и я как раз рассказывала про это мыло. Но так как я хреновая хозяйка, я на кухне особо не появляюсь, не готовлю, посуду не мою. Смахнула крошки со стола и выкинула старую хлебницу с холодильника. В общем, сзади этот дозатор просто забивается жидким мылом. Оно там высыхает и потом еле выдается вот таким вот густым куском. Так что я подумала, что для кухни вот такое мыло в формате пенки это просто идеальный вариант. Еще один плюс косметики Pussy, то что она не тестируется на животных и содержит большое количество натуральных ингредиентов. Ну, по крайней мере, как нам говорят. А также у нее такой вполне дорогой, красивый, богатый, люксовый, минималистичный дизайн. Ничего лишнего и, в принципе, реально выглядит достаточно стильно. Ну, в отличие от нашей кухни, где это мыло потом будет стоять. В общем, мыло нравится, за него определенно лайк, но стоит оно 600 рублей. Ценник, конечно, на любителя, потому что не все готовы отдать 600 рублей за мыло. Следующее, что у меня здесь есть, это масло для тела. Вообще, я никогда не любила масла для тела, потому что ты моешься, это масло на себя наносишь, а потом ходишь по квартире весь голый и липкий. И пока оно сохнет, к тебе еще прилипают какие-то крошки с кровати и шертят кошки. Короче, мне такое не заходит совсем. Но тут совершенно другая история, потому что это гель масла для душа. И это больше даже похоже на гель для душа, который, ну, не только очищает, но также увлажняет кожу и всякие там еще положительные плюшки. То есть, при контакте с водой оно образует такую нежную пену, поэтому оно наносится на влажную кожу и затем смывается. Так, что по составу? А в составе, кстати, очень много разных масел. Касторовое, масло жожоба и даже масло семян броккли. Интересно. Но, действительно, после нанесения кожа стала какой-то как будто мягкой, гладкой, но при этом нету ощущения жирности и нету ощущения липкости. И на коже остается такой нежный, приятный аромат, такой прям, я бы даже сказала, секси аромат. Ну, хоть не аромат пуси. За телом поухаживали, теперь давайте за лицом. Потому что перед тем, как делать макияж, кожу необходимо, во-первых, очистить, а во-вторых, увлажнить. И у меня как раз есть два продукта, прекрасно подходящих для этого. Для очищения у меня есть вот такая пенка для умывания. На самом деле, я обожаю пенки и постоянно ими пользуюсь. Тут сказано, что эту пенку удаляет загрязнение и остатки макияжа, а также увлажняет кожу. Также в ней есть вот такая съемная силиконовая щеточка. В составе здесь овес, ламинария и кокосовое масло. Пахнет она уже не настолько секси. Вероятно, вы можете подумать, что это реклама, но на самом деле нет, это не реклама, потому что это реально лучшая пенка, которая у меня была. И когда она закончится, я обязательно куплю себе еще. Во-первых, определенный бонус этой пенки это вот эта щеточка. Потому что она залезает даже во всякие труднодоступные места, но, например, учитывая то, что у меня есть пирсинг и не очень удобно под пирсингом промывать лицо. Вот эта хрень, она смывает просто даже самые-самые-самые стойкие макияж. Чтобы не быть голословной, недавно в телеграме я показывала свочи своих любимых стойких помад с блестками. И это просто самые лютые помады, которые оставляют за собой тинт, который не смывается несколько дней. И у меня еще ни одна пенка с ними не справлялась. И сейчас, я думаю, вы просто увидите магию, потому что даже я такого крутого результата не ожидала. Она тупо пенка смыла все до конца, абсолютно. После всех скандалов и историй, я не знаю, насколько я вообще готова советовать вам этот бренд. Но вот эта пенка, это просто 100 из 10. Сейчас я буду делать макияж. И непосредственно перед нанесением тона я нанесу гиалуроновую эмульсию. Королева вчерашнего дня. Крем для старейшей кожи. С проверкой, я думаю, что все будет изи. То есть, если потом у нее тон нанесется хорошо, значит она рабочая. Ну а нет, так нет, уж извините. Написано, что она подходит для всех типов кожи. Но, честно говоря, если кожа сухая, то этого будет недостаточно. И на самом деле, прям какого-то сильного супер увлажнения эта штука не дает. Что она в составе? Гиалуроновая кислота, масло черного тмина и чамина. Почему чамина? Кумина, простите. Масло инжира и витамин В5. Пока могу сказать, что крем достаточно быстро впитывается, не ощущается на коже. Нету жирности, достаточно приятные ощущения. В принципе, по своим свойствам он очень подходит перед нанесением макияжа. Но если у вас какая-то сильная сухость или проблема с кожей, то, к сожалению, этот крем вряд ли поможет. То есть, он такой прям вот супер лайтовый. Что мне не понравилось, это запах. Почему-то этот аромат, напомню мне, запах крема для депиляции. Ну, в принципе, ладно, запах не главное. Главное, как продукт работает. И, как бы, ну, если быть честным, моя кожа действительно стала бархатистой и нежной. Также меня смутила цена. Почти 800 рублей за каких-то там 50 миллилитров. Да ты шо, охуя! Не знаю, если ее использовать каждый день, вероятно, там за месяц-два она полностью уйдет. Ну что, кожа лица подготовлена. Давайте перейдем к тону. Сегодня буду делать такой достаточно простенький, но красивый макияж. Персика в оранжевых оттенках. Буду наносить свой обычный привычный тон, кистями небледная, от Геворга. Называется она «Ева Пинг» и стоимостью 1500 рублей. На данный момент я очень сильно удивлена, потому что мой тон на лице выглядит просто идеально. Учитывая, что еще буквально вчера у меня были большие проблемы с шелушениями вокруг носа, но благодаря вот этому крему шелушения не подчеркнулись. Хотя оба тона были такие, которые как раз эти шелушения и подчеркивают. В общем, мне понравилась эта эмульсия, я думаю, буду ее еще использовать перед тоном дальше. Ну и не могу не уделить внимания кисти от небледной, потому что вначале я показывала, сколько тона у меня оставалось на руке, и как бы вот-вот там еще можно одно лицо накрасить. Кисть достаточно плотная, но при этом она прям очень экономично расходует тон. Ну, короче, все вместе мне прям дико зашло. Ну, я думаю, это тот случай, когда результат налицо. И вот так выглядит кисть после нанесения тона, и она просто своего ворса отдала весь продукт на мое лицо. Просто это фантастика. Так, ну, давайте теперь перейдем к кистям, раз уж мы о них заговорили. От бренда небледная у меня есть кисти из трех коллекций. Розовые кисти Pink Obsession. Это travel формат. Я ненавижу кисти с длинными ручками, ну, потому что реально неудобно, и очень много места занимают. Например, давайте сравним ее желтой кистью от небледная, которая у меня уже давно. Потому что вот этой здоровой ручкой, я не знаю, ну, просто орехи колоть. Ну, как бы кисть классная, хочется ее куда-то с собой взять, но, блин, она даже в сумку не влезет. А тут круто, я так поняла, что вся эта коллекция, это мини-версии кистей. Еще у меня есть три кисти из White Collection. Просто это кисть размером с половину моего лица. И также есть две кисти, побольше и поменьше, для растушевки. И из голубой коллекции Tiffany у меня четыре кисти. Вот такая маленькая пухленькая кисть для лица. И вот такая кисточка с колпачком, даже не понимаю, для чего она нужна. А, на сете написано, что это кисть для губ. Такая прям острая, прям интересно, сегодня тоже ее проверим. В общем, цена примерно от 1300 до 2000 рублей за одну кисть. Но, в принципе, сделаны они очень хорошо, качественно. Нигде там никакой ворс не вылезает, ничего не отваливается и не отклеивается. В принципе, за такие деньги я считаю, что вполне норм. Но я так поняла, что ворс везде это синтетика. Но, опять же, я ничего против не имею. А если вам интересно посмотреть целое подробное видео про кисти, где я рассказываю про своих любимчиков, показываю, как и что, и чем я наношу, давайте соберем под этим видео 5000 лайков, и я сразу начну снимать огромное подробное видео про кисти. Как выбрать кисти, что стоит брать, что не стоит брать, какие формы кистей существуют, какой кистью что наносить, и как собрать хороший бюджетный кейс кистей. Помимо кистей они бледные, также есть косметика. У меня есть в основном разные жидкие продукты, тоже где-то стоимостью около 1300 рублей. Это гелевый хайлайтер Glow Maker, очень красивый. Итак, у меня есть оттенки Luna, Extra, Sun и оттенок Love. Оттенки Love и Sun выглядят внутри как будто какой-то металлик с очень мелкими шиммерными частицами. А вот оттенки Luna и Extra мне понравились намного больше. И оттенок Extra безумно красивый, он очень необычный. Там какие-то и синие блестки, и золотые, и розовые. Но вот единственное, как хайлайтер для несгорелой кожи, он достаточно тёмный. И я понимаю, всем этим можно пользоваться не только как хайлайтером, а также наносить это на глаза, на губы. Короче, круто, что это универсальная вещь. Я уже нанесла на лицо консилер, и давайте растушую вот этой небольшой кисточкой. Она, конечно, предполагается как кисть для теней, но для консилера мне нравятся подобные формы. И эта кисть с кремовыми продуктами тоже работает просто замечательно. Не полосит, всё достаточно легко тушует. Также от Небледной у меня есть вот такие румяна в оттенке Pinky и Blondie. Оттенок Pinky мне намного больше понравился в нанесении, по крайней мере на своче. Какой-то он более мягкий, более кремовый, как-то он лучше тушуется. Но мне кажется, вот такой яркий прям оттенок румян, я не думаю, что многим подойдёт. Давайте в этом мейке воспользуюсь более таким базовым оттенком. Ой, они очень пигментированные, прям, прям слишком. Кстати, напишите в комментариях, любите ли вы пигментированные румяна. Но я вообще в принципе не особо фанат румян, поэтому мне нравятся, когда они прям какие-то супер естественные. Но в плане растушёвки, наверное, это самые идеальные румяна в моей жизни. Потому что я частенько говорю, что я не люблю кремовые румяна, как-то они и тон съедают, и тушуются неравномерно. Но здесь это просто идеал. Ну, серьёзно. Кстати, сегодня к вам ворвалась такая необычная прическа и с недокрашенными корнями. Вчера ночью просто не успела затонироваться в синий, поэтому решила оставить так. Но я думаю, что сегодня обратно покрашусь в синий. И теперь в качестве хайлайтера я нанесу вот этот глоумейкер в оттенке Экстра. Вообще, обычно такими кистями хайлайтер не наносят, но сегодня у меня такой небольшой челлендж, потому что я хочу весь макияж сделать только этими кистями. Ой, ну, кстати, получается весьма неплохо, потому что вот эта желейная текстура, она прям хорошо тушуется жёсткими волосками. Так, ну пальцем, кстати, тоже наносится неплохо. К сожалению, это не вариант для белокожек, потому что вот каким он таким оранжево-коричневым является, таким цветом он наносится на лицо. Соответственно, на моей светлой коже он оставляет такое коричневое пятно, и, к сожалению, это выглядит не очень красиво. То есть, это такая история для загорелых девушек, которые любят бронзер на какой-то тёмной загорелой коже. Это будет просто безумно красиво выглядеть. Но вот под мою светлую кожу мне он не особо подошёл, и единственный вариант, как им можно пользоваться адекватно, это наносить его, наверное, на глаза в качестве жидких теней. Короче, продукт качественный, но на любителя. Большой кистью я нанесу пудру. В плане пудры наносить, конечно, очень удобно, потому что мне эта кисть просто размером с половину лица. Такая прям она, метёлочка. Мне кажется, таким размером можно вообще полы подметать. Не, ну если без приколов, то кисть действительно удобная, очень мягкая, очень приятная. Теперь перехожу к глазам, воспользуюсь этими двумя кистями. Возьму палетку от Soda Hello Kitty, и тут есть вот такой интересный оранжевый оттенок. Я буду наносить его вот сюда, в складку века, и растушевывать чуть выше. Сейчас попробую немного наслоить, но мне казалось, что в палетке эти тени, они прям очень яркие. И теперь вот таким светло-оранжевым оттенком из палетки Clipatch Pro я аккуратненько подтушу этой же кисточкой границы. В принципе, тени тушуются неплохо, и эта кисть достаточно неплоха, но тут как бы это всё зависит от того, какие кисти вы любите. Я бы подобного плана кисти использовала бы для каких-то жидких подложек, но сегодня у нас макияж без подложек. А ещё я так посмотрела, и я вроде старалась пудру прям сюда не наносить, но у меня всё равно исчез под пудрой хайлайтер. Он улетел, но он обещал вернуться. Очень грустно, поэтому я хочу нанести его на верхнее веко. Как раз воспользуюсь вот этой маленькой кисточкой. Вот для влажных текстур вот эта кисть просто идеальна. Очень красиво получается, но путь как хайлайтер, конечно, у нас не очень удачный опыт, но вот как тени очень даже красиво. Века не жуют, всё очень классно, очень хорошо растушевывается. Всё же нет, не хочу я без хайлайтера. Давайте вот буквально пальчиком немного его обновим. Во! Вот так-то вот уже это другое дело. Кстати, расскажите, любите ли вы кремовые румяные, гелевые хайлайтеры? Потому что я вот постоянно в соцсетях вижу, что люди показывают, мол, это так просто вот эти румяшки нанести, размазать и пошёл. Не знаю, мне намного проще обращаться с сухими румянами, как-то мне с ними уже контакт налажен. Гелевые текстуры особенно не проверены. Иногда могут и тон подсъесть, и макияж подпортить. То есть, если их наносить на кожу без тона, то это реально такой быстрый вариант, чутка там подмазал и пошёл, но вот именно в каком-то полном макияже. Мне всегда жидкий румяный и жидкий хайлайтер немного усложняет задачу. И вот этой кисточкой я хочу нанести какой-нибудь пигмент, например, от Clipatch Pro. Просто чисто выделить вот этот внутренний уголок. Для пигментов прям очень удобно. Вот такой сегодня хотелось макияж глаз прям максимально простенький сделать. И мне очень понравилось работать с этими кистями, потому что ничего у меня не осыпалось. В принципе, тушуют они тоже хорошо. Ну и теперь давайте вернёмся к обзору косметики Пуси. И сейчас, наконец-то, затестим вот этот вот нашумевший гель для бровей с эффектом ламинирования. Пуси! Я видела на него просто абсолютно разные отзывы. То есть, кто-то его безумно хвалит и говорит, что это лучший гель в его жизни. А кто-то говорит, что это всё полное фуфло, что это просто проплаченная реклама и что есть какие-то гели, которые намного круче. Исходные данные таковы. У меня очень жёсткие брови, которые растут неравномерно. Периодически они меня бесят, и я их подстригаю. Кончик брови не растёт у меня вообще. Я никогда не делала никакие укладки, ламинирование. Чего уж там говорить, я их вообще раньше года три сбривала и ходила без бровей. То есть, у меня очень сложные брови. Наверное, 80% гелей на мои брови вообще никак не действуют, у меня ничего не укладывается. У меня есть пару продуктов от Beauty Bomb, которые мои брови укладывают, но на этом как бы всё. То есть, если этот гель сможет уложить мои брови хоть как-то, то это значит, что этот гель и правда хорош. Также пишут, что стойкость этого геля 24 часа, и брови не теряют свою форму даже после интенсивных тренировок. Так что сегодня мы это как раз проверим. Не, ну только я на тренировку не пойду, я скорее всего буду лежать в кровати и жрать. Очень приятный на ощупь такой бархатистый матовый колпачок. И вот эта вот сама матовая стеклянная тара выглядит очень красиво, вот эти вот потрясающие просто пузырьки внутри. И в этом геле находится вот такая маленькая-маленькая кисточка, но мне правда кажется, что там как-то слишком много геля внутри. Как-то она слишком много средств на себя собирает, я бы даже немного убрала, чтобы на бровях не было никакого налета и лишнего продукта. Давайте попробую зачесать, прям как все любят, свою бровь наверх. Так, я ее сначала распушаю гелем в одну сторону, и теперь, о боже, о боже, серьезно? Моя бровь уложилась! Просто зацените разницу. Нет, я действительно, я в полном восторге. Это уже просто плюс, потому что продукт рабочий. Даже моя ущербная бровь зачесывается наверх. И если вы хотите прям приклеить вот так вот бровь, то можно вместо щеточки использовать прям саму палочку. Ну, как бы все, моя бровь теперь приклеена. Из минусов, мне показалось, что продукт как будто на бровях скатывается в комочки, взаимодействуя с тоном, с консилером и со всем макияжем, который у нас есть. Ну и можете посмотреть на щеточку после первого же применения, она вся грязная, она вся в тоне. Так что с этими комочками и остатками тона во время зачесывания прям приходится бороться. В момент съемки этого видео цена на Wildberries на этот продукт была, по-моему, 700 или 800 рублей. В принципе, прайс достаточно адекватный. Ну, а как гель продержится на бровях, мы узнаем в конце видео. Для губ у меня есть карандаш и жидкая матовая помада. А карандаш у меня в рыжем оттенке Foxy Nude. Карандаш такой не слишком мягкий, но и не слишком твердый. Да, карандаш, конечно, прям очень оранжевый. В принципе, для работы с контуром этот карандаш очень даже неплох. И прорисовка контура даже на моих проблемных губах была просто изи. Даже подправлять ничего не пришлось. Но вот я сейчас смотрю, и мне кажется, что оттенок такой достаточно странный. Я не знаю вообще, насколько он ходовой. По данным макияж карандаш вполне подходит, но вот, вероятно, с другими мейками будут какие-то вопросы. Особенно учитывая, что в коллекции карандаша всего два, и как-то ты ожидаешь увидеть что-то более классическое и подходящее всем. Помада у меня в оттенке My Darling. Внутри такой достаточно стандартный аппликатор. Я уже успела затестить эту помаду и карандаш, когда я была без макияжа. И, честно говоря, вот тут реально это все спасает мой сегодняшний макияж, потому что губа под него подходит. Но если бы не мои оранжевые глаза, прям очень на любителя. Потому что, в отличие от фото на сайте, она какая-то слишком рыжая, морковная, а не благородные медно-розовые, которые нам обещают. Собственно, вот вам для сравнения ожидания и реальность. И это не то, что я там одна какая-то скотина и хочу все засрать. Просто вот я вам сейчас приведу комментарии, где люди писали, что как бы оттенок на фотографии вообще никак не сходится с оттенком в жизни. Карандаш в какой-то коричнево-рыжий, помада больше в розовый. Ну и упаковочка тоже достаточно маленькая, вот здесь будет ценник. Как будто это тревел-формат, хотя по стоимости да нифига он не тревел. На губах она вообще практически не ощущается, нет никакой стянутости и сухости. И в отличие от типичных стойких матовых помад, обычно они как-то на губах все же высыхают. Но здесь как бы... Все, помада осталась у меня на руке. О, и она у меня же отпечаталась на зубах, классно. Ну, в общем, выглядит помада прикольно, ощущается она прикольно, но у меня к ней прям очень странные чувства. В общем, сейчас я доделаю макияж, покажу его вам, и давайте проверим его на стойкость. И брови я оставлю так, как они есть сейчас, запомните их такими и посмотрим, что с ними случится через несколько часов. Ну что ж, так выглядит мой макияж спустя 6 часов, и все на моем лице сохранилось практически идеально. Глоумейкер остался на месте, он не исчез, это хорошо. И на глазах этот глоумейкер выглядит просто потрясающе, то есть он не скатался, он не забился в складочки. Я прям безумно сильно удивлена, потому что я не очень люблю жидкие тени, но вот этот хайлайтер в качестве жидких теней ведет себя просто идеально. И, конечно же, меня очень приятно удивили губы, потому что, ну, вообще-то я поела. На губах помада выглядит все еще прекрасно, она никуда не уползла, никуда не растеклась, нигде не отпечаталась. Так что, по сути, касаемо стойкости, очень даже неплохо. Ладно, 24 я не додержала, но часов 20 прошло, и, собственно, вот что осталось от моих бровей. Для меня вот это прям хороший результат, я не ожидала. Вот с этой стороны бровь как будто немного опустилась, но, опять же, у меня сложные брови. Если у кого-то есть этот гель, напишите, как он вам, прям интересно почитать. В принципе, от косметики Пуси у меня остались положительные впечатления. Правда, все же мне чуть больше понравился уход, чем декоративка. Насчет цены у Пуси, ну, да, для меня она немного завышена. Но, тем не менее, несмотря на все скандалы, к качеству уходовой косметики у меня никаких претензий нет. И перед тем, как начать делать второй макияж и тестировать тяжелый люкс от Сергея Наумова, я хочу сказать пару ласковых про бренд Небледная. Не, ну, правда, у Небледной всегда просто классные кисти, и что тут еще сказать, я не знаю. Румяны тоже мне очень зашли, но вот, касаемо глоумейкеров, у меня есть пару вопросов, потому что внутри они прям такие тверденькие стали. Продукт наносится, все классно, но меня это немного пугает, потому что эти гелевые хайлайтеры я открыла где-то месяц или два назад, и за это время я прям чувствую, как они становятся такими упругими, как будто они подсыхают. Я прочекала телегу Георга, и там было написано, что лучше их наносить мокрой кистью, если они начинают подсыхать. Ну, короче, опять же, это мое мнение, я жду ваши комментарии, через сколько у вас вот эти вот штучки прекрасные засыхали. И давайте сделаем второй макияж, для которого я воспользуюсь косметикой от визажиста Сергея Наумова, который один из первых в России запустил свой личный бренд косметики еще в 2012 году. И тут у нас уже такой конкретный русский люкс, потому что цена на каждый продукт примерно 3000 рублей. В принципе, я могу понять, почему такой прайс, потому что Сергей достаточно давно экспериментирует над составами, он сам создает продукты, разрабатывает свои авторские рецепты, а не просто там через кого-то перезаказывает что-то из Китая и печатает свое имя на упаковках. Ну, и я считаю, в таком случае нам остается только цену понять и принять. Здесь все в таких красивых минималистичных упаковках, то есть есть прямо ощущение, что ты держишь в руках люкс. У меня сегодня на обзоре консилер, матовая помада, а также синяя тушь и синяя подводка. В общем, выбирала для вас на сайте все самое интересное. Дизайн, несомненно, классный, но вот, допустим, несколько ты помад купишь, они будут все выглядеть одинаково, и ты каждый раз будешь каждую помаду открывать и смотреть, это тот цвет или нет. Как бы на дне все оттенки, все названия написаны, но все равно, каждый раз это вот смотреть, переворачивать, открывать не очень удобно. Фух, сейчас случилось кое-что очень страшное, потому что я все по той же технологии нанесла этот крем, потом кистью нанесла тональник, и я выбрала самый стрёмный тон, который мне прям вот максимально не подходил. По-моему, мое лицо выглядит чудесно. У меня такое ощущение, что благодаря этому крему и вот этой кисти на лицо можно нанести, я не знаю, там, слой цемента, и он будет выглядеть прекрасно. Ладно, давайте начнем с консилера, и внутри консилер имеет самый обычный аппликатор. От дужки как таковой нет, просто какой-то такой легкий косметический запах. У меня консилер в оттенке X18, самый светлый, и нам обещают консилер с естественным полуматовым эффектом. Такой прям действительно очень светлый белый оттенок. Ну что же, вот такой результат осветлил консилер, да, определенно. Но справился ли он своими мешками под глазами и какими-то проблемами, по-моему, нет. Плюс он достаточно сильно блестит у меня на лице. В общем, никакие синячки, никакие покраснения он мне вообще не перекрыл. И по ощущениям, мне кажется, у меня даже тон плотнее, чем этот консилер, хотя у меня сейчас нанесен сити-крем. Вероятно, такие люксовые продукты, они для всяких таких естественных макияжей без макияжа. И за 3000 рублей такой объем, это, конечно, просто смешно. Тут всего лишь 3,5 грамма. Сколько? Если его использовать каждый день, то такой объем израсходуется за месяц. Теперь я хочу взять кремовые румяна Багеф Муа в оттенке Блонди. Блин, они еще ярче. Ну, конечно, главное это то, что они хорошо тушуются. Но, конечно, оттенок вообще ни разу не мой. Но продукт сам по себе прям очень классный. И кисточка тоже вот эта для румян маленькая, мне прям понравилась. Такая я редиска просто с этими румянами. Еще с этими своими цыплячьими волосами вообще просто смотрится мега странно. Я хочу сделать такой макияж а-ля I'm Colted и добавить немного синего блеска к этим румянам. Поэтому воспользуюсь кремовым хайлайтером Багеф Муа в оттенке Луна. Или Луна. Когда ты Луна, лучше всего быть полной Луной. И вот эту штучку я уже успела затестить, и это просто одна из лучших находок. Оно не имеет в составе пигмента, то есть, по сути, это просто блестки на какой-то прозрачной основе. Поэтому для светлой кожи вот это выглядит просто идеально. Я прям хочу странный макияж, поэтому, как и румяна, буду добавлять вот этот голубой хайлайтер просто везде, по всему лицу. Сейчас, 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 приготовьтесь. Вот, вот, я подобное видела только в ТикТоке на всяких фотошопленных видосах. Короче. Прикиньте. Охренеть. Это просто лучше. Это просто разрыв жопы. Ну, серьезно. Нет, ну, 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 мне кажется, за мной уже из космоса там вылетают, потому что вот это сияние, оно просто вот, блин, я не знаю. И тут просто шутка, скатался консилер, потому что, как я и говорила, он супер такой масляный. И я хочу все то же самое нанести еще на верхнее веко, ну, потому что я что терять. Мне кажется, вот после такого результата Луны в продаже вообще у Геворга больше не останется, потому что я все скуплю. И ко всему этому великолепию я хочу сделать графичный макияж глаз, чтобы основной акцент был на подводку. Хотя подводке сейчас придется очень мощно соревноваться с этим хайлайтером, потому что затмить его, по-моему, нереально. Сегодня я возьму подводку от Сергея Наумова. Она в таком electric blue в синем цвете. Выглядит очень даже ярко. По нанесению, да, цвет очень яркий и красивый. Но вот консистенция как-то меня пока не особо впечатлила. Давайте попробуем в макияже. Так, давайте я сначала сделаю какие-нибудь обычные или необычные синие стрелки. Ну, а потом уже будем как-нибудь чудить вокруг. Ой, нифига, она прям вместе с подводкой сдирается. Интересно. Не знаю, насколько это хорошо в носке, то, что кисточкой снимается подводкой. Надеюсь, что она не будет потом вот так вот корочкой сниматься. Но с другой стороны, если ты накосячил, вот очень удобно подправить. Вот такие стрелки у меня получились. Блин, ну, по-моему, правда клевые. Цвет у подводки яркий. Я прям такого не ожидала. Это просто фантастика. Очень удобная тонкая длинная кисточка, которую можно рисовать тонкие линии. Еще, конечно, это первая подводка, с которой я встречаю такой лайфхак. То, что ее можно просто вот так вот отодрать ногтем. Для тех, кто только учится рисовать стрелки, это безумно удобно. Просто что-то чутка криво. Раз подправил, просто ногтем стер, нарисовал заново кончик. Отлично. Ну, из-за того, что подводка очень легко вот так вот стирается, у меня почему-то есть опасение, что через какое-то время она может просто начать у меня кусками отваливаться. Но пока что это просто опасение. В конце видео мы обязательно проверим этот мейк на стойкость. За свою жизнь я перепробовала очень много косметики, но тут действительно какие-то очень необычные консистенции. В общем, интересно. Но также есть и минусы. Во-первых, при открытии как будто там нет дозатора и подводки на кончике прям очень много. И если рисуешь обычные стрелки, то столько, наверное, сразу не надо. И эту подводку приходится туда, короче, обратно счищать, запихивать. И за счет этого, мне кажется, очень большой расход. Из-за того, что подводка достаточно быстро сохнет, очень много продукта тупо высыхает. Еще из-за того, что у меня, ну, очень-очень-очень сильно скатался консилер, который я закрепила пудрой, но он все равно скатался, блин, под глазами. Вот здесь вот видно, как у меня просто стрелка в каких-то местах прерывается, как раз где вот этот скатанный консилер. И еще стоит учитывать, что эта подводка нестойкая, то есть она не оставляет тента и она спокойно смывается водой. Следующая на очереди это синяя тушь. И чтобы синяя тушь на глазах выглядела хорошо, я обязательно подчеркну слизистую синим карандашом. У меня это карандаш от Pastel. Кстати, обзор на турецкую косметику Pastel был на моем канале, и очень советую посмотреть, потому что для меня это было прям открытие прошлого года. Блин, короче, я увидела еще один минус этих упаковок. Они, конечно, безумно красивые. Они просто очень быстро усираются. И я только взяла в руки тушь, а уже такое ощущение, что я ей несколько лет пользуюсь. То есть, по сути, я их просто трогаю чистыми руками, которые я только что помыла, и они собирают на себя все отпечатки пальцев, так что по ним можно, я не знаю, преступников искать. Это самое, мы уже, здесь наши полномочия, все. Это тушь с эффектом накладных ресниц, тоже в темно-синем оттенке. И если яркие и светлые ресницы многим не идут, и они визуально уменьшают глаз, тут я не думаю, что с таким темным оттенком могут возникнуть какие-то проблемы. Щеточка очень хорошо разделяет ресницы, и эта тушь наносится прям как-то очень естественно. Но чтобы сделать прям мощные ресницы, нужно пройтись в 3-4 слоя. Ну что, сравниваем реснички. Естественно, я не могла снова не проверить гель Пусси, и я уже нарисовала брови, нарисовала их тенями. Сравните до и после. По-моему, результат очень хорош. Ну и, конечно же, вспомним про губы. Потому что не попробовать помаду от Сергея Наумова было бы огромным упущением. Учитывая, что его помада, это просто его визитная карточка, я решила взять такой красивый нюдовый, при этом холодный оттенок. Называется он Barocco Rose или Barocco Rose. Это матовая помада. Оттенок выглядит прям очень дорого и красиво. Как мне кажется, помады не очень много. Здесь тоже 3,5 грамма. И стоимость помады тоже 3 тысячи рублей. Блин, офигеть! По-моему, этот цвет идеально подходит под мои губы. Мне кажется, с ним я точно не прогадала. И давайте попробуем теперь вот эту вот необычную кисточку от Небледной. Пробую набрать на нее помаду и растушевать контур. Даже без карандаша цвет ложится равномерно. Цвет ложится идеально. И кисточка мне тоже вполне понравилась для контура. Эффект очень бархатистый. И сама помада достаточно плотная. На руке практически не остается. Просто помады это 10 из 10. Но, конечно, если она переживет проверку. Ну что ж, вот так макияж выглядит в конце дня. Вероятно, кто-то может подумать, что с помадой не все очень хорошо. Но на самом деле я ела прям такие жирнющие масляные оладушки. И мои губы это пережили. И здесь с этой стороны вы, наверное, видите такое блестящее пятно. Это я только что побрызгалась мистом, чтобы вообще понять, насколько этот макияж переживет какой-то дождь, морозь, снег, ветер. И несмотря на то, что с руки подводка очень легко смылась обычной водой, здесь у меня все осталось на месте, ничего не потекло. И я прям была уверена, что эта подводка в конце дня на мне растрескается, но нет. И вот такой макияж у меня получился. Мне он просто безумно нравится. По-моему, очень прикольно. Напишите в комментариях, как вам. Что касается Сергея Наумова, действительно, это прям очень интересный бренд. Не, ну правда, для меня это что-то как селективные парфюмы, например, что-то вот из этой оперы. Так что, в принципе, я могу понять, откуда такая цена. Ну что ж, мне было очень интересно попробовать косметику, которую выпускают наши замечательные блогеры и визажисты. Мне действительно очень понравилась самобытность этих продуктов. Кстати, не забываем набрать 5000 лайков под этим видео, потому что тогда я сделаю большое полезное видео про кисти. Пишите в комментариях, пробовали ли вы эти бренды и какую небюджетную косметику из России вы покупаете. А на моем канале все еще много полезных видео о макияже, стиле и обзорах косметики.